добрый день дорогие друзья меня зовут Тамара Козырева рада приветствовать вас на канале Медгуру мы поговорили подробно про колоноскопию когда нужно делать как седация или бесседация ответили на ваши вопросы все это в предыдущих видео и сегодня мы снова с Инной Андреевной Тулиной говорим про эту процедуру но теперь исключительно о подготовке колоноскопии Инна Андреевна здравствуйте добрый день еще раз расскажите пожалуйста основные базовые элементы подготовки а дальше если останутся вопросы я их вам тогда задам действительно подготовка колоноскопии это очень важная часть процедуры уже больше 10 лет назад были определены основные показатели эффективности выполнения колоноскопии где на первом месте стоит адекватная подготовка что это такое вот те люди которые проходили наверняка уже видели в своих заключениях что по бостонской шкале подготовка оценена там 7 8 9 баллов 3 плюс 3 плюс 2 в общем какие-то такие странные цифры бостонская шкала подготовки толстой кишки колоноскопии она описывается вот как раз тремя цифрами от нуля до трех и описывает состояние толстой кишки сначала правых отделов затем средних отделов поперечно ободочная кишка и левых отделов включая нисходящую седьмовидную кишку прямую кишку от нуля до трех это значит что 3 это самая лучшая подготовка абсолютно чистая кишка нет никаких остаточных ни стула ни даже жидких каловых масс ни даже промывных вод а ноль это когда кишка полностью забита оформленным стулом и слизистую в целом не видно поэтому задача пациента подготовиться таким образом чтобы в толстой кишке не было ничего она была абсолютно чистая только в таком случае врач эндоскопист имеет возможность осмотреть всю поверхность слизистой заметить любые даже мелкие там двух трех миллиметровые полипы и самое главное их удалить в этом есть смысл колоноскопии для того чтобы этого добиться требуется специальная подготовка она занимает несколько дней и в первую очередь нужно начинать с определенной диеты минимум за трое суток нужно переходить на так называемую бесшлаковую диету если в норме ко мне когда приходят пациенты с различными заболеваниями толстой кишки то очень часто они рассказывают о том что у них запор я рекомендую диету богатую растительной клетчаткой потому что это физиологично для организма когда стул рыхлый оформлены его достаточно много он легко проходит через все отделы толстой кишки выходит через анальный канал не травмируя его не вызывая ни геморрой ни трещины так вот бесшлаковая диета это абсолютная противоположность если обычно я рекомендую много овощей и фруктов то бесшлаковая диета это без овощей и фруктов без какой-то вообще растительной клетчатки что можно за трое суток до колоноскопии можно такие источники белка где вот именно кроме белка больше ничего нет но в первую очередь от яичный белок это могут быть яйца омлет желательно прямо именно белковый омлет это может быть постная куриная грудка крольчатина то есть постное мясо именно вот именно в виде белка желательно чтобы это было виде каком-то протертым не кусками потому что наша задача дать организму определенное питание но при этом чтобы было меньше отходов чтобы эти отходы даже если образовывать чтобы было меньшее количество потому что последующим предстоит прием специального препарата который вот так вот сверху вниз все очистит вымыть и вынесет вместе с собой вот чем меньше будет объем того что необходимо вымывать с тем эффективнее эта процедура пройдет можно употреблять бульоны прозрачные то есть это не суп с морковкой с капустой именно вот прозрачный процеженный бульон из источников белка это может быть творог желательно не жирные то есть такие детские творожки без добавок можно с сахаром но без красителей без добавок чтобы он был и любая жидкость то есть желательно светло окрашенная без яркого такого цвета то есть это может быть например сок зеленого яблока это может быть виноградный сок домашний чай какой-то домашний лимонад ну почему домашний потому что чтобы было меньше газов которые тоже будут доставлять определенные неудобства и почему очень важно чтобы не было сильно окрашенного потому что если частички того что вот вы скушали останутся в просвете кишки например вы попили томатный сок и частички томатного сока останутся в толстой кишке то врач эндоскопист может подумать что это кровь и он начнет искать источник кровотечения в общем появится гораздо больше вопросов ненужных которые не вам не врачу не нужны поэтому все что человек принимает накануне колоноскопии должно быть не кровяного цвета и не темного цвета потому что кровь например из желудка когда проходит через тонкую кишку и попадает толстую кишку превращается в черный цвет поэтому рекомендуют отменить препараты железа по этой же причине потому что опять таки если они останутся в просвете толстой кишки врач может подумать что это вот такая ферментированная кровь которая с желудкой в общем будет переживать что у человека где-то кровотечение верхних отделов желудочно-кишечного тракта что еще можно можно кисели можно молоко кисломолочные продукты мы сейчас все говорим за трое суток до исследования иногда и многие пациенты говорят что им это очень удобно вот вместо такого очень редуцированного питания на самом деле как вы видите оно низкокалорийное это по сути такая белковая диета и сил и как бы наверное на этом фоне может быть поменьше поэтому некоторые пациенты предпочитают вот как раз за трое суток переходить полностью на специализированное энтеральное питание например такие смеси как нутридринк это иностранного производства сейчас появился российский полный аналог нутриен очень много вариантов и для диабетиков и для заболеваний печени и так далее это смесь которая содержит в себе белки жиры углеводы в очень концентрированном виде выпускается либо виде бутылочек либо каких-то более таких пакетов большого объема и ее основное преимущество в том что там много энергии там буквально но фактически вот такой суточный запас энергии и при этом она практически полностью всасывается в тонкой кишке а наша задача как раз чтобы в толстую кишку попадала как можно меньше отходов от того что мы скушаем и поэтому есть люди которые вот за трое суток полностью переходят на такие питательные смеси в день здоровому взрослому человеку нужно вот если в бутылочках то две-три бутылочки это где-то около четырехсот пятисот грамм такой питательной смеси и больше ничего не кушать пить можно неограниченно любую светлую жидкость какая вам нравится если человек находится вот на таком на обычном питании без использования таких смесей то за двое суток мы еще больше ограничиваем прием пищи остается процеженный куриный бульон то есть все белки уже убираем остаются прозрачные соки без мякоти обязательно без мякоти чтобы было меньше растительной клетчатки можно яблочный сок зеленого винограда зеленый чай не черный чай потому что мы помним что окрашенные жидкости могут напугать эндоскописта бесцветные какие-то лимонады домашние молоко жидкие кисломолочные продукты меньше пяти процентов жирности можно употреблять кисель можно добавлять напитки сахар и мед для того чтобы поступала все-таки глюкоза в организм какие-то питательные эффекты от этой пищи был это два дня до процедуры но вот если мы себе представим что например колоноскопию назначили на понедельник то начинаем вот такую подготовку с помощью ограничения питания в пятницу в субботу еще более ограничиваем то есть белка становится меньше в основном это жидкая ну и сложно назвать пищей бульон и кефир наверное это не столько пищи сколько уже именно такие жидкие продукты а за сутки то есть воскресенье если колоноскопия назначена на понедельник остается тоже процеженный куриный бульон остаются прозрачные соки без мякети зеленый чай домашний бесцветный лимонад можно добавлять сахар и мед в эти напитки то есть опять-таки жидкое только питание и наступает время приема специализированного препарата для очистки кишечника если человек хорошо подготовился вот эти как минимум два дня не употреблял растительную клетчатку то и вымывать из кишечника ну будет практически нечего подготовка пройдет очень хорошо задача препарата специального лекарства которое человек применяет накануне исследования в том чтобы вот так вот сверху вниз то есть человек его пьет через рот он попадает желудок затем в тонкую кишку затем толстую кишку нигде не задерживаясь и вот такой вот метелочкой вымывает все 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 из желудочно-кишечного тракта чтобы толстая кишка была пустая начиналось все с знаменитого препарата for trans он уже больше 30 лет нам известен накоплено очень много данных о его эффективности а самое главное безопасности до сих пор он остается золотым стандартом подготовки колоноскопии это очень хороший препарат он не всасывается в толстой кишке вот именно в том виде в котором он заливается сверху он практически выходит снизу унося все с собой все что там в толстой кишке осталось единственный у него минус это в том что принять такого препарата нужно аж целых 4 литра и это не зависит не от возраста человека не вот его массы тела 4 литра обязательное условие приема этого препарата и начинать его нужно накануне дня колоноскопии вот представим что колоноскопию назначили в понедельник на 10 утра первая доза препарата если мы говорим про for trans а это 3 литра нужно принять накануне вечером воскресенье начинать нужно принимать его с 6 вечера каждый пакетик этого препарата разводится в одном литре воды комнатной температуры кипяченой воды чтобы было меньше риска каких-то бактериальных инфекций связанных с некипяченой водой и вот по стаканам прямо с небольшими промежутками нужно его начать принимать кроме объема у него еще есть определенные такие органолептические свойства многие пациенты говорят что невозможно его принимать я его туда он у меня назад и в общем так вот мы с ним боремся действительно есть определенные вот такие вот особенности по вкусу но их можно немножко снизить например люди говорят что можно сосать вот такую бесцветную конфетку в перерыве между приемами вот этих стаканов препарата для того чтобы уменьшить вот такой вот неприятный вкус можно в сам препарат немножко выжать сока лимона сока апельсина сока грейпфрута чтобы сделать его менее таким противным чтобы он легче попадал внутрь сначала желудка можно полоскать рот чистой водой чтобы уменьшать вот в перерывах между приемами вот этот вот неприятный вкус можно пить из трубочки в общем любым способом нужно сделать так чтобы этот препарат попал внутрь сначала желудка и затем уже тонкой и толстой кишки с тех пор как появился этот препарат вот последние наверное лет пять а может быть даже десять лет стали появляться так называемые малообъемные препараты для очистки толстой кишки для колоноскопии их основное преимущество это том что объем вот этой жидкости которые нужно выпить гораздо меньше а меньше прям буквально в два раза то есть вместо четырех литров нужно выпить всего лишь два литра из современных препаратов это movi prep эзиклен и один из первых появился это флит фосфосода где ему нужно выпить еще даже меньше это вообще один литр но из-за того что такой очень концентрированный солевой раствор именно за счет этого действия что соль попадает внутрь просвета толстой кишки и при притягивает на себя воду именно из организма не дает воде всасываться а вода организму нужна у некоторых категорий пациентов особенно у людей с почечной недостаточностью с каким-то проблемой почки может привести к развитию серьезных осложнений поэтому препарат флит фосфосода его можно применять но с осторожностью нужно обязательно прочитать инструкцию посмотреть нет ли противопоказаний сейчас очень популярны препараты movi prep эзиклен их принимают практически так же как и for trance только объем самого препарата меньше если for trance вот накануне исследования нужно принять 3 литра то movi prep эзиклен и всего лишь один литр это конечно гораздо легче и по вот вкусовым ощущениям они гораздо легче переносятся если мы говорим про movi prep то нужно смешать два пакетика это в инструкции все подробно написано и также небольшими глоточками по стакану вот этот литр нужно выпить и в промежутке после этого нужно принять любую другую жидкость то есть по сути действие такое же как и for trance только мы часть вот этого объема препарата for trance заменяем на ту жидкость которая нам нравится это может быть просто чистая вода это может быть зеленый чай в общем все то что нравится человек опять-таки помним про окрашенные красным цветом жидкости которые категорически нельзя все остальное можно не ограниченном количестве чем больше человек выпить тем больше будет качество подготовки таким образом подготовка в день накануне исследования если сама колоноскопия до обеда назначена она завершается где-то в районе 9 10 11 вечера зависит от том числе анатомических особенностей пациента и затем уже рано-рано утром в день исследования человеку нужно принять вторую дозу очищающего препарата в зависимости от того что он принимает если for trance то это остающийся четвертый литр for trance нужно выпить прям буквально в 5-6 часов не позже если moviprep то остающийся вот второй литр препарата moviprep завершить прием очищающего препарата нужно как ну не позже чем за 3-4 часа до самой процедуры поэтому вот нужно рассчитать время которое нужно на дорогу время которое вот занимает выход этого препарата уже через прямую кишку почему такой короткий промежуток времени почему нельзя например все выпить накануне и затем утром прийти уже на эту процедуру потому что так или иначе тонкая кишка все равно выделяет слизь выделяет желчь которая продуцируется все это время и даже желчь может закрыть часть полипов в правых отделах ободочной кишки поэтому очень важно чтобы между последним приемом препарата и самой колоноскопии не прошло более 5-6 часов то есть вот это самый самый такой крайний срок в японии например подготовка выглядит следующим образом пациенты приезжают в эндоскопический центр есть специальная комната где они сидят разговаривают каждому выдают вот такой вот графинчик с этим препаратом каждый сидит его пьет рядом туалетная комната все по очереди туда бегают в туалет и как только человек видит что у него выходит уже не окрашенные каловыми массами воды промывные а прям чистая вода он тут же дает сигнал медицинской сестре его приглашают на исследование то есть наша задача вот этот срок между очисткой и исследованием сделать гораздо меньше поэтому сейчас в некоторых клиниках особенно в москве это очень актуально потому что например в понедельник утром приехать на колоноскопию может занимать само по себе там три-четыре часа поэтому некоторые клиники предлагают подготовку так вот на месте то есть вы приезжаете эту вторую дозу препарата принимаете прям там уже в отделение эндоскопии либо всю процедуру подготовки проходите прям в клинике где вам будут выполнять колоноскопию для многих пациентов это бывает очень удобно если колоноскопия назначена не на утро а на вторую половину дня тогда мы всю вот эту подготовку специально препаратом смещаем прямо на день исследования начинается все в 5-6 утра в день исследования должно закончиться за ну там три-четыре часа до колоноскопии это вот если вкратце встает вопрос например если человек принимает какие-то лекарства от давления от сердца там от почек печени диабетические так далее можно ли их принимать или нет до их не то что можно их обязательно нужно принимать чтобы не было проблем затем во время самой колоноскопии потому что анестезию проводит анестезиолог ему важно чтобы сердце сосуды работали в хорошем режиме поэтому в промежутках между приемами препарата если вы примете лекарство перед тем как начнете пить вот такую очистку конечно лекарство не подействует она вместе с очисткой так и вы поэтому задача как только первая доза очистки вы выпили вот после этого через час там полтора можно принимать те лекарства которые вам нужны в день исследования также можно принять это лекарство опять-таки после того как вы прошли вот последнюю часть выпили очищающего раствора опять-таки в надежде на то что это лекарство растворится либо всосется в желудке в тонкой кишке не дойдет до толстой кишки то что касается препаратов железа которые могут вызвать вот такое вот ложное окрашивание толстой кишки массами похожими на кровяные массы то от них желательно нужно не то что желательно обязательно отказаться полностью на время подготовки колоноскопии что еще важно последняя доза которую мы принимаем прям вот перед самим исследованием за вот уже несколько часов туда рекомендуют добавить 30 миллилитров суспензии эспумизан это семитикон это средство которое снижает поверхностное натяжение раствора и позволяет уменьшить образование пены потому что за пузырьками пены во время колоноскопии также можно не увидеть какие-то мелкие полипы другие образования язвочки и так далее поэтому вот качественная колоноскопия также сейчас еще и обязательно применение семитикона ну вот основные наверное момент если еще какие-то вопросы давайте обсудим если какие-то особенности подготовки к процедуре для людей с заболеваниями кишечника из-за наверное таких абсолютных противопоказаний вот меня тоже часто спрашивают можно ли колоноскопию там пациенту 75 лет заболеваниями сердца в надежде на то что нельзя на самом деле можно практически всем это вот наверное самый крайний случай когда пациент находится в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмы с подозрением на перитонит вот это вот наверное не кандидаты на колоноскопию там стоят совсем другие задачи по лечению человека всем остальным можно поэтому и людей 75 лет его 85 лет можно подготовить колоноскопии опять-таки если есть на это задача да не надо делать ее всем подряд если мы действительно хотим что-то найти и вылечить человека во время колоноскопии но аж молодые люди опять-таки вопрос можно ли со спаечной болезнью да можно но здесь возможность адекватного выполнения колоноскопия опять-таки зависит от качества подготовки а это которые вот уткнулись какую-то небольшую проблему не смогли пройти через какой-то изгиб все бросили сказали это невозможно ну или бояться вот перфорации каких-то серьезных осложнений а есть врачи опытные которые делают эту колоноскопию 20-30-40 лет и они знают как эти сложные места обходить они знают на какой бок пациента положить как вот сделать так чтобы пройти все эти сложные места и все-таки колоноскопию выполнить ко мне однажды обратила женщина которая рассказала что она трижды пыталась выполнить колоноскопии все никак не могла адекватно подготовиться у нее длинная толстая кишка у нее какие-то там фиксированные изгибы после прошлых операций которые очень сложно отмываются вот такой вот подготовкой и я ей рекомендовала не за три дня перейти нас вот такое специализированное питание за неделю полностью отказаться от обычной пищи и перейти на специализированное лечебное питание вот такие бутылочки про которые я рассказывала для того чтобы минимизировать вообще за это время чтобы толстая кишка самостоятельно очистилась от каловых масс и чтобы они больше там не накапливались и затем она принимала вот этот препарат для подготовки не в течение одних суток мы растянули на более длительный срок но это все нужно делать только под наблюдением врача то есть самостоятельно менять схемы подготовки не нужно это только по определенным показаниям и должен это назначать врач который знает как это делать не выдумывать что-то самим и вот у нее вот с такой модификации протокола удалось хорошо подготовиться и она пришла хорошему колоноскописту который прошел все эти фиксированные изгибы у нее слава богу никаких полипов не было она удовлетворилась тем что она здоровая и вот следующую колоноскопии назначили через три года чему она была очень рада а если колоноскопия без седации нужно ли и можно ли и поможет ли прием каких-то обезболивающих препаратов ну на самом деле так как болевых рецепторов кишке нет они приятные ощущения связаны именно с растяжением то есть это такие механорецепторы которые располагаются на поверхности толстой кишки на поверхности брюшины то обезболивание здесь вряд ли поможет потому что обезболивающий препарат влияют на болевой центр головном мозге а здесь будет механо центр который связан с проприочувствительностью хоть они и находятся рядом и сильное раздражение центра вот такой вот проприочувствительности головном мозге влияет на лежащий рядом центр болевой чувствительности у человека создается впечатление что у него больно на самом деле это вот связано с сильным растяжением поэтому прием обезболивающих реально не поможет здесь задача если вы знаете что у вас есть определенные анатомические там какие-то фиксированные сгибы особенности спайки и так далее то лучше найти клинику где хорошее оборудование где используют не воздух а углекислый газ и где врач имеет большой опыт выполнения колоноскопии тогда вот эти все неприятные последствия будут минимизированы ну и рассмотреть вопрос выполнения колоноскопии подседаться это тоже облегчает проведение процедур а углекислый газ не не все сейчас используют это не стандарт ну хотелось бы чтобы все использовали везде оборудование разное где вот есть возможность подключения углекислого газа там используют где нет там по старинке нам не тают воздухом поэтому заранее вот у моих тоже пациенты они прям приходят с таким шорт-листом в клинику так и говорят так у вас углекислый газ есть есть так у вас сколько опыт выполнения колоноскопия записали 20 лет так у вас вот есть оборудование чтобы полипы все удалить сразу во время колоноскопия это есть это хорошо я я к вам приду на колоноскопии вот если чего-то такого нет они видят ну я пойду тогда поищу какую-то другую клинику то есть это вполне нормально мне кажется это даже правильно потому что какой смысл выполнить колоноскопию и диагностировать полип надо его сразу удалять для этого должны быть все условия как долго происходит восстановление после процедуры какие вообще неприятные последствия могут быть по ощущениям ну может быть вот этого чувства наполненности внутри живота немножко вздутие которое достаточно быстро должно пройти может быть определенный период вот как бы отхождение головы от седации хотя достаточно быстро это все проходит люди себя там в течение там 30 минут они в принципе уже в нормальном состоянии все-таки не рекомендуют например сразу же садиться за руль после того как выполняли колоноскопии в седации хоть и нет прям сильного воздействия на головной мозг на когнитивные функции тем не менее ну есть такие рекомендации чтобы вы планировали так чтобы либо вас кто-то привез либо вы добирались общественным транспортом а так принципе вот в современных отделениях эндоскопии есть определенные такие палаты пробуждение они называются либо вот палат пребывания дневного где пациент может побыть там от часа до двух немножко полежать немножко восстановиться и дальше многие люди вот если им выполнили колоноскопии рано утром они уезжают на работу работают то есть живут полной жизнью никаких определенных последствий нет вот прям час-два и и все и дальше нормальный человек с удовольствием кушают говорят доктор я наконец-таки пойду покушаю такой счастливый инна андреевна спасибо вам большое за то что вы делаете и на то что находите время на просветительскую деятельность мне кажется что тема колоноскопии на канале теперь освещена вообще со всех сторон но если будут какие-то вопросы друзья задавайте в комментариях мы тогда попробуем еще раз встретиться и ответить на оставшиеся вопросы спасибо за ваши лайки подписки увидимся спасибо за субтитры сделал DimaTorzok